Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. Тема этого года – время для равенства. В Республике Беларусь за весь период эпидемиологического наблюдения зарегистрировано более 33 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. За последние десятилетия наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрастной группе 35-49 лет. Преобладает половой путь передачи ВИЧ. На его долю приходится более 80% впервые выявленных случаев. На 1 ноября этого года выявлено 110 случаев ВИЧ-инфекции. Из них причина заражения какая-то 81% – это лица, которые заразились через половой путь заражения. И в этом году у нас на 3,8% в 3 раза увеличилось заражение при немедицинском и инъекционном использовании наркотиков. Это у нас 17,3% в этом году из причин заражения. И еще у нас такая проблема – это трудовая миграция за пределы Республики Брест, в первую очередь в Российскую Федерацию, где у нас там тоже в этом году мы выявили прибывших оттуда и обследованных 19 человек. В настоящее время, когда имеется возможность лечения ВИЧ-инфекции, в результате которого снижается вирусная нагрузка до уровня, когда ВИЧ уже не передается, появляется шанс остановить распространение инфекции. На сегодняшний день в Брестской области 94% людей, живущих с инфекцией, получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое здоровье, увеличивая продолжительность жизни. У нас в Брестской областной клинической больнице есть консультативно-диспансерное отделение, которое проводит диспансеризацию за пациентами с ВИЧ-инфекцией, и один из моментов диспансеризации заключается в лечении. И также в Брестских районах на территории кабинетов инфекционных заболеваний есть врачи-инфекционисты, которые занимаются пациентами с ВИЧ-инфекцией, где они могут получить лечение. Лечение у нас бесплатное. С 2018 года у нас универсальный доступ к терапии. Что это значит, если проще объяснить? То есть если мы выявляем ВИЧ-инфекцию, это показания для того, чтобы назначить лечение. И при выявлении факта ВИЧ-инфекции мы рекомендуем пациентам начать лечение, но, к сожалению, не все пациенты в свое время начинают терапию. И выдаются препараты бесплатно. Они получают либо вручая инфекциониста в районы ЦРВ, либо у нас в консультативно-диспансерном отделении. Не остаются в стороне от проблемной ситуации правоохранительные органы. Предпринимаются все меры по недопущению поставок психотропных средств в Брестской области. Как известно, наркоманы употребляют наркотические средства путем инъекционным. И это вызывает большой риск заражения данной категории лиц ВИЧ-инфекцией. И со стороны органов внутренних дел проводится огромная работа по выявлению таких лиц и пресечению вот этого незаконного оборота наркотиков. Нами выявлено за 10 месяцев более 350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. А вот узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирование. Сегодня, чтобы провериться на ВИЧ, в нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти его в том числе можно и анонимно в любом учреждении здравоохранения. Но также тест можно купить и в аптеке. С 2018 года в аптечной сети продаются наборы мультитестов для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне или по крови. За 10 месяцев этого года жители Брестской области приобрели более 400 экспресс-тестов. Через Минздрав. Минздрав нам закупает экспресс-тесты по крови. Это уже получают медицинские учреждения. Достаточно большое количество экспресс-тестов, потому что бывает, что надо срочно сделать анализ экспресс-тест по слюне. Наша, по согласной инструкции, которую выпускает эта фирма Монтилаб, он на 99% как бы точен. И результат мы получаем через 15 минут. И по крови через 20 минут мы получаем результат. И тоже это каждая 99% сочетается точность. ВИЧ-инфекция – это болезнь, не приговор. С этим диагнозом люди могут прожить долгую продуктивную жизнь. А чтобы удостовериться, что вы здоровы, врачи рекомендуют обследоваться не реже раза в год.